Shadow of the Earth 3 будет огромным дополнением для Elden Ring. С картой приблизительно размера и плотности за могилья у игроков будет более чем достаточно возможностей для поиска новых секретов. Но пока мы все ждём, Hidetaka Miyazaki, директор Elden Ring, рассказал, что в базовой версии игры есть ещё одна нераскрытая тайна. Увы, он не подсказал, с чем она может быть связана. Фанатам придётся плотно постараться в ближайшие месяцы. Miyazaki добавил, что команда FromSoftware всегда удивлена и всегда рада тому, насколько много игроки действительно находят и насколько сильно эти сообщества работают над раскрытием секретов. Так что сосредоточенные усилия обязательно приведут к быстрому результату. Всем привет, это GSTV. Сегодня понедельник, 26 февраля 2024 года. У микрофона Евгений Кузнецов, и вы смотрите главные новости игр последних дней. В этом поколении консолей Microsoft сделала ставку на авантюру, выпустив две версии. Xbox Series X — это мощная машина за 500 долларов, которая обещает топовую производительность в современных играх. В то время как Series S значительно слабее, но стоит 300 долларов и позволяет играть в любые игры, доступные на Series X. А теперь, по данным издания Xputer, Microsoft готовит консоль Xbox Series X, предназначенную только для цифровых покупок, и её выход намечен на июнь или июль. В сообщении говорится, что бездисковая полностью белая консоль Xbox Series X будет на 50-100 долларов дешевле оригинальной и будет поставляться с одним терабайтом памяти. Также в Xputer утверждают, что новая консоль Xbox будет включать улучшенный радиатор и модернизированную карту Nexus. Если эта консоль существует и выйдет этим летом, то можно предположить, что её анонс состоится на июньском шоу-кейсе. Недавно было подтверждено, что Xbox по традиции проведёт июньскую выставку, и вполне возможно, что она будет включать в себя анонс новой консоли. В рамках подкаста Xbox Business Update, целью которого было ответить на слухи о мультиплатформенных планах компании, было сказано, что на конец года Xbox готовит новый интересный аппаратный релиз. Если релиз белой консоли Xbox Series X произойдёт летом, как предполагает Xputer, то анонсированное новое оборудование должно быть чем-то другим. Впрочем, ходят слухи о разработке портативной консоли Xbox, не говоря уже о судебных документах, указывающих на существование контроллера в стиле DualSense. В Steam российских игроков по-прежнему жалуют не все издатели. Ко многим играм доступа у жителей РФ нет, как и к прямому пополнению кошелька. Впрочем, это ничего не значит, если вы пользуетесь сервисом КупиКод. Он позволяет покупать игры с сохранением всех стимовских скидок, в том числе и те, что недоступны для российских пользователей. Товар вы получите на свой Steam-аккаунт в качестве подарка в автоматическом режиме в любое время суток сразу после оплаты. В продаже есть буквально весь Steam. Если ищете конкретную игру, вбейте её название в поиске. Сервис не запрашивает пароли и другие данные от аккаунта. От вас нужна только ссылка на него, поэтому не беспокойтесь по поводу безопасности. Вбейте наш промокод GSTV, чтобы сумма была на 10% ниже. Если вас интересует пополнение, заходите на steam.cupicod.ru, выберите нужную сумму, требуемый регион, введите логин и совершите платёж. Сейчас проходит акция. Первое пополнение абсолютно без комиссии сервиса по промокоду GSTV3W. Успейте воспользоваться, акция ограничена по времени. Каждое последующее пополнение с нашим промокодом снизит комиссию на 2%. Также можно пополнять Steam скинами, тогда тоже не будет комиссии. Если у вас не российский или казахстанский аккаунт, зайдите в раздел с подарочными картами, они позволяют также недорого пополнять Steam любых других регионов, включая Турцию и Аргентину. Переходите на купикод и играйте во все новинки в Steam, как раньше. И ещё, прямо сейчас действует конкурс купильярд. У вас есть шанс выиграть Steam Deck, закинув деньги на баланс. Подробности по ссылке внизу. Франшиза Nier стала хитом последних лет благодаря эксцентричному и нетрадиционному дизайну Yoko Taro. Несмотря на недавний успех в других медиаформатах, таких как аниме-адаптация, романы и концерты, некоторые фанаты задаются вопросом, будет ли выпущена новая крупнобюджетная игра в той же вселенной или даже прямое продолжение Nier Automata. Создатели вселенной недвусмысленно заявляли о своём желании выпустить новую часть, однако после выхода Nier Replicant Taro работал над множеством небольших проектов, таких как серия Voice of Cards. К счастью для фанатов, возможно, они получили первый намёк на сиквел любимой Nier Automata. Участник форума Resetera поделился историей о том, как сходил на концерт Nier в Лондоне в начале этого месяца, где присутствовали Yoko Taro и президент Square Enix Takashi Kiryu. Он утверждает, что когда концерт заканчивался, Taro вышел на сцену и заявил, что если фанаты хотят сиквел Nier Automata, то они должны громче всех аплодировать в этот вечер. Естественно, зал тут же разразился аплодисментами. Поскольку Yoko Taro известен своей эксцентричностью, совершенно непонятно, насколько серьёзно он говорил. Что интересно, по ходу сюжета шоу слово Rappent неоднократно появлялось в диалогах, а ближе к концу истории оно было написано стройкой вместо буквы Е в духе Nier Automata. Age of Empires остаётся одной из самых знаковых стратегических игр для ПК. Организуйте рабочих, стройте поселения, собирайте ресурсы и в итоге получите грандиозный разросшийся город с величественными стенами и армию, способную покорить любые земли. Эта серия стоит в одном ряду с такими играми, как Civilization, Crusader Kings и Total War, а также многообещающими новинками, такими как грядущая Мейнер Лордс. Age of Empires Mobile – это новая условно-бесплатная мобильная игра в долгоиграющей серии, разработанная студией World's Edge в сотрудничестве с Тимми Студио Групп, известной своими работами над Call of Duty Mobile и Pokemon Unite. Скоро начнётся бета-тестирование грядущей мобильной игры, и уже сейчас можно пройти предварительную регистрацию. Вы сможете играть как с компьютерными противниками, так и с реальными людьми. World's Edge обещает десятки исторических и легендарных лидеров, включая Короля Артура, Жанну Дарк, Юлия Цезаря, Леонида Первого и Царицу Савскую, каждая из которых обладает собственными талантами. Хотя это, конечно, совсем не анонс Age of Empires 5, на который многие надеялись, в любом случае будет интересно посмотреть, как команда сможет адаптировать бренд к мобильному формату. Age of Empires – это игра, которая обычно больше сосредоточена на макроэлементах строительства и экономики, чем на микроменеджменте сражений, поэтому она хорошо подходит для мобильных устройств. Релиз должен состояться в 2024 году. Соавтор Halo Маркус Лето покинул основанную им внутреннюю студию Electronic Arts, работавшую над следующим поколением игр Battlefield. Лето был одним из создателей франшизы Halo в студии Bungie, занимая должности арт-директора и креативного директора. В 2021 году при поддержке Electronic Arts он основал в Сиэтле студию Ridgeline Games для работы над синглплеерным контентом Battlefield в дополнение к другим студиям компании, отвечавшим за мультиплеер и спин-оффы. Однако, как заметили пользователи социальных сетей, твиттер-аккаунт Лето, в котором до этого указывалась его должность гейм-директора во франшизе Battlefield, теперь не содержит никаких упоминаний ни о Battlefield, ни о BA. Коэй Текма и Тим Нинджа раскрыли новые подробности о боях в Rise of the Ronin — от различных стилей, которые могут использовать игроки, до важности энергии духа Ки во время поединков. Многое из этого должно быть знакомо игрокам Nioh 1 и 2, но в этой игре будет возможность менять сложность. Как сообщается на официальной странице игры в PlayStation Store, есть три режима — рассвет, лёгкий, закат, нормальный и сумерки, сложный. Вы сможете сменить режим в любой момент, при этом в режиме рассвет можно увеличить количество здоровья, которое восстанавливается после лечения, и уменьшить количество Ки, теряемого от атак. Это должно помочь тем, кто любит наслаждаться сюжетом или исследовать мир, в то время как игроки, ориентированные на захватывающие поединки, смогут выбрать режим посложнее. Стали известны даты предварительной загрузки и размер скачиваемых файлов предстоящей приключенческой игры Stellar Blade. Проект имеет довольно небольшой размер загрузки по сегодняшним меркам — она составляет около 35 ГБ на PlayStation 5. Предварительная загрузка стартует 24 апреля для тех, кто заказал цифровую версию игры. Она будет включать в себя последнее дорелизное обновление, хотя в день выхода, 26 апреля, стоит ждать обновления первого дня. Первый трейлер GTA 6, дебютировавший в декабре, был смонтирован под ритм песни Love is a Long Road, песня 1989 года — одна из самых узнаваемых в дискографии Тома Петти. Портфолио певицы Аниты Уорд также не обделено хитами, но ни один из них не сравнится с её диско-версией песней Ring My Bell американского поэта-песенника Фредерика Найта, которая после выхода в 1979 году возглавила музыкальные чарты во многих странах мира. Некоторые фанаты подозревают, что именно эта песня может появиться в Grand Theft Auto 6. И все эти догадки усилились после того, как верифицированная страница Аниты Уорд на Spotify обновила обложку. На ней появился логотип грядущей игры. По слухам, изменения произошли во второй половине февраля. Логотип GTA 6 появился только на канале исполнительницы, а не на каком-то конкретном треке. Но именно Ring My Bell является знаковой для Аниты Уорд и отлично передаёт настроение Майами 80-х. Сама песня уже звучала в GTA San Andreas, игроки могли услышать её на радиостанции KJ West. Однако это был не знаменитый диско-хит в исполнении Уорд, а гораздо менее известная регги-версия от Blood Sisters с того же года выпуска. Rockstar даже не стала лицензировать её для переиздания игры в 2021 году, в результате чего песня не вошла в трек-лист GTA San Andreas Definitive Edition. Появившаяся на Spotify обложка, похоже, намекает на то, что легендарная певица каким-то образом связана с игрой, ведь вряд ли бы её лейбл решил просто так использовать логотип долгожданной игры Rockstar без разрешения. Это могло бы иметь юридические последствия. Некоторые фанаты даже предположили, что песня Уорд Ring My Bell может появиться во втором трейлере GTA 6, утверждая, что она идеально подходит для этого. Независимо от правдивости этой теории, вероятность того, что Rockstar выпустит ещё один трейлер в ближайшее время, невелика. Обычно им на это требуется около года. Тем временем профиль Аниты Уорд на Spotify переживает всплеск популярности, вероятно связанный с упоминанием GTA. Что вы думаете по поводу последних событий, пишите в комментариях. Будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на Boosty и Telegram. Играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV.